Небольшая столярная видео лекция, видео урок геометрии, логики и просто интересное видео для вашего просмотра, для вашего досуга. Назовем его «Почему шатается стол» или стул, или табуретка, неважно. В общем, все, что имеет четыре ножки опоры. Если пол неровный, частенько мы можем видеть вот такую картину. Да, шатается. Поставим в другое место, все равно шатается. И вот надо либо вот найти это, либо что-то подпихивать, потому что это крайне неудобно. Лично меня вот шатающийся стол всю жизнь ужасно раздражает. И что я хочу отметить. Почему же люди делают столы с четырьмя ножками? Ведь это же неустойчиво. Я бы сделал стол с тремя. И когда я буду делать садовый стол, или садовый стул, или любую другую садовую мебель, я всегда буду использовать три ножки. Потому что четыре ножки – это исключительно для идеально ровной поверхности. В отличие от трех. И сейчас мы разберем следующее утверждение, что три ножки более устойчиво, чем четыре. Бытует такое мнение, и многие скажут, как? Как три ножки может быть устойчивее, чем четыре? Их же меньше. А вот легко и просто. И для этого нам понадобится колесо и четыре струбцины. Сейчас проведем с вами небольшой опыт, попробуем это доказать и посмотреть, как же это работает и что же происходит. На этом колесе 12 спиц, 12 секторов. И сначала я его равномерно разделю на четыре сектора. Тем самым я сымитирую ножки стола, четыре штуки. И разберем для начала, что такое неустойчивость и что такое качение мебели. Так вот, четыре точки опоры, которые мы в любом произвольном месте располагаем на полу. Видите, качается. Качение – это и есть не что иное, как смещение относительно оси симметрии. В данном случае наш стол встал на эту неровность и ось симметрии прошла через вот эти две ножки. А эти две ножки одинаковые по высоте. Не нашли одинаковой по высоте опоры и шатаются. Перенесем в другое место. Где у нас качение? Качение происходит вот таким образом. Опять, ось симметрии прошла через две точки и качение задается в этом направлении. Между этими двумя ножками нет баланса, нет одинаковой высоты и происходит качение. И вот где бы мы с вами не располагали на неровной поверхности, а неровная поверхность при изготовлении, например, садовой мебели – это ваш участок садовый. Потому что там газон, там 100% не будет ламината. Поэтому в этом случае или в каких-то других жизненных ситуациях, я думаю, вам эта информация пригодится. Так вот, разобравшись, что же такое все-таки качение, давайте попробуем теперь разбить наш сектор на три ножки. Одну ножку я удаляю и разбиваю наш круг. Правильно, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На три ножки. И что же происходит? В любое место, куда бы я ни положил, наш стол оказывается устойчивым. Допустим, здесь у нас прошла ось, и качение относительно оси может быть только на одну точку, которая 100% найдет опору. И в какую бы плоскость, в какую бы кривизну я наш стол, табурет или что-либо иное не поставил, три точки всегда найдут опору без качения. Поэтому, уважаемые проектировщики и производители садовой мебели и столов, перестаньте делать их на четырех ножках. Меня это ужасно раздражает. Я надеюсь, вы видели это видео, и все, кто не разработчики, тоже посмотревшие это видео, подчеркнут для себя что-то новенькое и интересное. На этом наше просвещение мы закончим. Всем пока!